У меня тут поднакопилось достаточно много новинок Фаберлики, что-то из этого действительно новинки, то есть новые релизы, и что-то я попробовала впервые просто для себя, поэтому обо всем этом хочу вам сегодня рассказать. И давайте начнем, наверное, с декоративной части, потому что, ну, для меня это всегда самое интересное, все-таки у меня бьюти-канал, поэтому с этого и начнем. Так, давайте начнем, наверное, с карандашей. Это именно новый релиз, вернее, карандаши уже достаточно старая линейка, но вот это два цвета новых. Это конкретно Каял, да, Каял для глаз, у меня это золотой и бронзовые оттенки, два оттенка новых у них вышло, бронзовый 52-91 и золотой 55-88. Очень мне понравились эти карандаши, у меня есть они, по-моему, если я не ошибаюсь, чуть ли не во всех оттенках, но как-то раньше они не затрагивали струны моей души, и как бы я на них не особо как бы обращала внимание. Ну, есть и есть, как-то подвернется случай, там, я какой-то цвет буду использовать. Но вот это конкретно, вот эта формулировка вот этих двух карандашей очень мне понравилась. Вот сейчас я вам попробую продемонстрировать. Давайте, вот, например, бронзовый я возьму, и вот, оп, и буквально один такой вот маленький свайп, и очень-очень насыщенный, красивый оттенок. Они не матовые, то есть они такие вот как перламутровые какие-то вот, ну, именно такой вот красивый перламутр, не дешевый. И вот, например, золотой тоже вот буквально один свайп, и очень легко они вот так вот как скользят по коже, очень мне нравятся. И как базы, кстати, они работают очень неплохо, и в то же время их можно использовать вот для какой-то подводки, на слизистую я их использовала. В общем-то, нравится. Вот обратите внимание конкретно на эти два оттенка, я думаю, вы тоже станетесь довольны. Дальше я вот, честно, не помню, были ли раньше у них в линейке вот эти румяна, или это какой-то новый релиз. Мне кажется, что были, но так как я в целом румяна как бы не очень люблю для себя, и для себя я практически никогда румянами не пользуюсь. У меня лицо, ну, вот бронзер, и все, и как бы это мой максимум. Но меня привлекли вот эти два оттенка, потому что оттенки очень нейтральные. И я заказала два цвета, по-моему, там всего два цвета. Первый из них это 6250, и это сугубо вот такой вот классический, я бы сказала, персиковый оттенок. И еще я взяла тоже номер 6251. Здесь он выглядит как нейтральный, такой вот приглушенный, как бы пыльная роза. Ну, я думаю, вам сейчас достаточно неплохо должно видно быть оттенок его. И что хочу сказать, для любителей насыщенных таких румян, когда вот еле-еле кисточкой вот так вот делаешь, и после этого кистьям прям набрала такой конкретный пигмент, это вообще не ваш вариант. То есть 100% не заказывайте. Если вы любите совсем такой легкий оттенок румянца с таким вот небольшим каким-то сиянием, небольшим перламутром, то вот это ваш вариант. Мне, конкретно мне, эти румяна очень понравились. Мне они, наверное, тем и понравились, что они создают очень легкий такой вот румянец, который, ну вот я сейчас вот накрашена вот этими вот персиковыми румяными. Я не знаю, насколько их будет хорошо видно на камере, но вживую они вот какой-то вот как легкий хайлайт, знаете, вот с вот таким вот цветом тоже персиковым. Пылят они довольно сильно, вот опять-таки на камере должно быть видно, насколько сильно они пылят. Ну, не знаю, мне нравится, вот создают именно такой вот совсем-совсем легкий эффект. Вот если вам это и нужно, если вы это и искали в румянах, то тогда однозначно берите. Если вы хотите, чтобы румянец был видно, да, чтобы он действительно так вот сильно освежал лицо, потому что иногда именно это и требуется тоже, то тогда нет, это не ваш вариант. Дальше постепенно переходим в такую часть, которая как бы вроде декоративная, но и вроде не очень. Появились у них вот такие вот яички, которые напоминают EOS бальзамы. EOS бальзамы когда-то были настолько популярны, вот я не знаю, где-то, не знаю, года два назад, это какой-то был взрыв. Все их покупали, разные оттенки, разные, в общем-то, запахи. Всем они нравились, наверное, кроме меня, потому что я купила тоже этот бальзам EOS яичко. И, ну, как-то, ну, обычный бальзам, вот абсолютно ничего я в нем не увидела, такого вау, прям, я не знаю, чтобы я за ним бегала и разные там еще и запахи покупала. То же самое у меня произошло и с Carmex, он тоже, Carmex это тоже какая-то волна была бешеная. Ну, тоже, как бы, ничего особенного. Вот этот я заказала, потому что мне просто было интересно. И у меня это запах, какая-то там лесные ягоды, по-моему, запах приятный. Немножко, вот, если вот так вот прям совсем нос туда засунуть, вот, как бы, такой вот химозный ароматец есть. Но, когда наносишь на губы, приятный аромат. И, как видите, надеюсь, я думаю, видно, я уже спилила вот основание, вот это вот такое, которое как овальное, да, оно у меня уже более плоское. Мне вот этот бальзам, на удивление, понравился. Хотя я не возлагала вообще никаких ожиданий на этот бальзам. И я его, когда заказала, я даже, ну, как сказать, у меня не тянулась к нему рука. Я его заказала, но в то же время пользоваться мне им как-то, ну, не горело я желанием. И он у меня стоял на тумбочке, где и стоят, в принципе, все новинки в целом в моей косметике. И для того, чтобы тестировать постоянно что-то новое, а не, как бы, пользоваться старым уже и проверенным, то я всегда выкладываю все новинки у себя на тумбочке. И вот таким образом просто постоянно-постоянно-постоянно что-то новое тестирую. И вот он у меня простоял на тумбочке где-то, не знаю, где-то может недели две, потом я как-то один раз так чук-чук-чук мазнула и пошла, и мне понравилось, вот я не могу опять-таки сказать, что это какое-то чудодейственное средство, да, то есть вы не получите какого-то там бешеного восстановления губ, там, я не знаю, потрескавшихся, еще каких-то, ну вот просто создает именно такую приятную маслянистую пленку, не силиконовую, а именно вот такую вот маслянистую пленку, и держится достаточно долго это ощущение, то есть если пользоваться сугубо бальзамом, ну я не знаю, у меня часов 5, наверное, было ощущение именно вот такой вот масляный, приятного такого масляного ощущения на губах, очень мне нравится, и теперь каждый день перед тем, как делать макияж, я в первую очередь наношу бальзам, потом я делаю полностью макияж, и когда дело доходит до губ, я их промакиваю, и после этого наношу помаду, и отлично, мне нравится, следующее средство, я не знаю, мне вызывает такую эмоцию, знаете, хороша ложка к обеду, я сейчас говорю о спрее, сейчас я правильно скажу, как он называется, увлажняющий спрей с перелом утром, вот такая штука, если бы вышла в начале лета, мне кажется, это было бы немножко более актуально, потому что, ну в основном этим пользуются летом, когда вот едут куда-то в отпуск, подзагорят, потом вот это как бы наносится на тело, эти блесточки на загорелом теле красиво должны смотреться, и как бы вроде как это актуально, вот эту штуку, я не знаю, может она была раньше, может как-то ее прятали в каталогах, но лично я заметила ее где-то уже в конце августа, и вот сейчас вот в сентябре вот она у меня появилась, ну как бы у меня лично загар уже, я успела загореть, и уже у меня этот загар уже улетучился с лица, и вообще с тела, поэтому как бы для меня это сейчас не очень актуально, что касается перламутра, вот часть вот именно заявления про перламутр, я здесь не согласна, здесь есть шиммер, он нельзя сказать, что сильно деликатный, то есть это конкретные такие вот золотистые блесточки, и не слишком их много, то есть если сделать вот так вот одно распыление, сейчас я попробую, сейчас подсохнет, пока мы с вами тут общаемся, вот, запах, кстати, приятный, вот это плюс, потому что когда я наносила, мне даже комплименты делали по поводу этого запаха, вот, и, ну, как вам продемонстрировать, я не знаю, будет там что-то сиять, не будет, ну, вот, и сюда, на эту часть вот я нанесла, если будет, то как бы вот это то, что вы получаете, если не будет, то поверьте мне на слово, здесь, ну, как есть такая вот россыпь мелких блесточек, и мне кажется, что все-таки это нужно иметь вот такую вот оливковую кожу, да, вот такую какую-то смуглую, тогда это будет смотреться реально круто, на мне, ну, как бы, ну, блестки и блестки, то есть я как бы не сильно впечатлилась этим средством, давайте перейдем теперь к уходу, ну, или относительному уходу, заказала я себе три пачи, три пачки, вот эти три упаковки пачи под глаза, кислородный расшейпинг они называются, я их уже заказывала, то есть это не первый мой заказ вот конкретно вот этих вот пачей, мне понравилось, с ними надо сидеть полчаса, они плотно прилегают, то есть не сползают, не текут, и, ну, приятные ощущения, то есть вот когда вот уже совсем такая кожа сухая, а у меня сейчас очень сухая почему-то кожа под глазами, приятно воспользоваться, особенно когда нужно куда-то, например, идти, сделать макияж, чтобы это все не завалилось вот в мелкие морщины под глазами, вот это как бы хороший вариант, дальше хочу вам показать крем для депиляции с алоэ вера, у них появилась целая линейка вот этого для ног, называется D-Line, и там очень много всего, там и крем для депиляции, и кремы просто для ног, и восковые вот эти полосочки для депиляции, восковые полосочки я уже тестировала, мне не понравились, вот этот крем для депиляции работает, хорошо работает, именно все как по инструкции нужно сделать, и действительно удаляет хорошо волосы все, то есть никаких вот претензий в плане того, как он работает у меня нет, единственная претензия у меня, и это скорее даже не конкретно к этому средству, а это к способу такой вот, способу эпиляции в целом, потому что получается вот эта штука стоит, насколько я помню, в районе 70 гривен, и для того, чтобы обработать две ноги, даже не полностью, а вот до колена, скажем так, у меня ушло, сейчас я вам покажу, я достану, вот, ну как бы даже больше половины этого средства, ну даже если пускай я бы растянула на два раза, мне кажется 70 гривен на две депиляции, это как-то много, то есть получается по 35 за каждую, за 70 гривен можно купить целую пачку станков, например, одноразовых, или что еще можно, ну в принципе, я не знаю, можно поднакопить, там купить эпилятор или еще какие-то средства, ну то есть которые не нужно будет, в которые вкладывать постоянно деньги, здесь также в комплекте идет вот такая лопатка, лопатка очень удобная, то есть ей удобно вот этой стороной, вы сначала наносите крем на ноги, а потом переворачиваете и как бы соскабливаете вот этой вот стороной крем, ну вот как бы абсолютно ничего не могу сказать плохого про это средство, реально классно работает, хорошо все удаляет, приятно пользоваться, ничего, но если вас устраивает цена, как бы вот этой вот штуки, и в целом вы любите такой способ эпиляции, то почему бы и нет, я вам вполне могу это рекомендовать. Еще недавно попробовала я вот такую вот штуку, и как здесь написано, это носочки для экспресс-педикюра. Честно вам признаюсь, я когда увидела упаковку, я вообще редко вчитываюсь в описание, я не знаю почему, вот я как бы мне кажется, что я вижу продукт, и он мне сразу должен сказать, что он будет делать, вот зачастую так и случается, то есть я редко ошибаюсь, редко там беру что-то, а потом получаю в итоге совсем другое. Здесь именно произошло именно это, потому что я, когда увидела вот это вот название, носочки для экспресс-педикюра, я даже не на 100%, я на 200% была уверена, что это носочки вот такие вот как корейского типа, которые там на полчаса их оставляешь на ногах, а потом у тебя ноги облазят просто 10 слоями кожи, и в итоге где-то через неделю вы получаете именно такие очень гладкие ножки, то есть с пяток вся эта омертвевшая кожа уходит, с пальцев там между пальцев, ну короче говоря, облазит абсолютно все. Я такими пользовалась, и мне понравился эффект, потому что надо вот этот вот гадкого утенка этот период пережить, там, не знаю, 3-4 дня, и потом ноги действительно красивые. Вот это же я попробовала, и потом на протяжении нескольких дней недоумевала, почему же, собственно, не облазят ноги. И только через несколько дней буквально я все-таки решила почитать, в чем же дело, и поняла, что это, грубо говоря, просто как маска для ваших ног, то есть ничего такого это не должно делать в плане пилинга, это просто очень как бы увлажняющие носочки, и их задача заключается в том, чтобы просто увлажнить, хорошо увлажнить ваши ноги, и за счет вот этого эффекта как бы парника, да, когда вы сидите в носочках, то как бы крем лучше впитывается, лучше увлажняет ваши ноги. Но вот честно признаться, я как-то не заметила вот настолько как-то лучшего увлажнения по сравнению с теми же кремами обычными, которые, кстати, из этой же линейки про ноги, у них есть целая линейка новая кремов, и вот они работают абсолютно нормально, я бы не сказала, что я получила какой-то отдельный бонус, да, от того, что я пользовалась вот этим средством. Ну ладно, давайте я вам расскажу еще о новинке одной, у них вышло вот это вот средство, оно позиционируется как мягкое очищение средства для снятия макияжа из серии легендарный кислород. Я очень надеялась, что наконец-то выпустят средство для снятия макияжа, которое будет очень хорошо удалять макияж и в то же время не будет щипать глаза. Это средство все равно щипит глаза, и я бы сказала, что работает оно хуже, чем их мицеллярная вода, и значительно хуже по сравнению с двухфазным средством для снятия макияжа. Двухфазное средство для снятия макияжа это вообще мой любимчик, мой фаворит Faberlic, я постоянно его заказываю, потому что двухфазная эта жидкость, она элементарно смывает любые стойкие текстуры, водостойкую тушь, какую-то стойкую тональную основу, какие-то помады, которые тяжело снимаются обычными средствами. Вот просто вот так вот раз-раз, и все, как бы лицо чистое. Вот это средство, ну как бы, ну я больше, скорее всего, заказывать его не буду, я хочу переключиться назад к своему фавориту и заказать двухфазное средство, поэтому я вам как бы тоже не советовала бы это брать. Если у вас совсем какой-то незначительный легкий макияж лица, и глазам даже не нужно прикасаться, тогда только можно это заказать, потому что с лица как бы удаляет нормальный макияж. Последнее, о чем хочу вам сегодня рассказать, это вот такие вот два скраба для тела. Первая из серии ароматная земляника, если вы не первый раз смотрите мои видео про Faberlic, вы, наверное, знаете, что ароматная земляника это мой, наверное, один из самых любимых ароматов в Faberlic в целом. Мне безумно нравится этот запах. Что же касается карамельного пролина, это тоже запах неплохой, но немножко более такой вот химический. Ну, если как бы для вас это терпимо, то вам тоже, скорее всего, запах этот понравится. Чем они отличаются? Вот эта вот штука, ароматная земляника, намного, нет, не намного, чуть-чуть, немножко лучше скрабирует, немножко более жесткие гранулы, там, немножко более такие царапучие гранулы, но не в плохом смысле слова. Вот эта же штука, она мягче, но она мылится. То есть, если вам нужен какой-то, что-то вроде геля для душа со скрабирующим эффектом, то вот я бы на вашем месте выбрала вот это. Если вам нужен сугубо скраб на какие-то определенные места, вы его используете, то вот это, я думаю, вам бы понравилось больше, и толку бы от него было тоже больше. Мне эти оба средства нравятся, когда одно, когда второе, в зависимости от того, какие обстоятельства, я выбираю либо то, либо другое, потому что вот это с гелем для душа, им намного проще вот так вот все тело, там, чуть-чуть быстренько отскрабировал, и все. Вот это же я люблю использовать, там, например, когда ноги, да, надо отскрабировать перед эпиляцией, вот хорошо так вот потереть ноги. Ну, вот, собственно, и все. Надеюсь, это видео вам понравилось. Если так и было, конечно же, ставьте пальцы вверх, напишите комментарий, мне безумно приятно с вами общаться. Может быть, вы чем-то из этого пользовались, оставите свое впечатление от этих продуктов. Интересно будет, я думаю, не только мне почитать, но и всем остальным зрителям. И также не забудьте подписаться на мой канал, чтобы не пропускать будущие мои видео. Тогда мы с вами увидимся в следующих моих видео, и буду на этом с вами прощаться. Пока!